Площадь ДК Подмосковья – центральная локация межрегионального турнира по кроссфиту. Инициатором соревнований выступил спортивно-патриотический клуб «Ярополк». Пожалуй, один из главных пропагандистов здорового образа жизни. Организации вовлекают в спорт как детей, так и взрослых в Красногорске. И все чаще далеко за его пределами. Мы однажды сделали турнир по кроссфиту в 2019 году. Открытый турнир городского округа Красногорск, посвященный Дню России. У нас приехало 105 атлетов из пяти регионов. Мы провели его 9 июня 2019 года. Это была хорошей репетицией. Мы подработали определенный момент. И сейчас уже, считай, в всероссийском формате, где пять регионов. Спортсмены борются за награды в нескольких категориях. Юноши 16-17 лет, девушки от 17 лет и старше, и мужчины в возрасте от 18 лет. Последние разделены на четыре группы в зависимости от веса. Объединяет участников только одно – определенная степень подготовки, без которой за снаряды, гантели, штанги и гири лучше не браться. В кроссфите, также известном в России как функциональное многоборье, чередуются упражнения на все группы мышц. И для их выполнения требуется сила и выносливость. Будем делать трассер. У меня получается весовая категория 90+, 50 кг, гири 16 кг, запрыгивание на тумбу 75 см. Также потом идет гребля 400 метров на время. Ну, все, главное на время быстро сделать. Жим лежа 75 кг, аэрбайк километр и бёрпи 15 раз. Я занимаюсь спортом с детства, играл в футбол, потом устроился в фитнес-клуб, закончил Московскую государственную академию физической культуры. Всегда был спорт интересен, всегда я ажиотаж вызывал, поэтому решил поучаствовать. Состязания по функциональному многоборью прошли под уже знакомым красногорцем и гостям муниципалитета лозунгом «Быть здоровым – это модно». Одноименное название носит традиционная февральская акция «Ярополка с обливаниями». В этом году ее участниками стали больше тысячи человек из семи регионов страны. Этот успех и вдохновил клуб на новое мероприятие, способное объединить приверженцев ЗОЖ всех городов и весей.